Пламенный привет цивилизаторам всех стран и континентов. В очередной раз вы слышите Лёшу Халецкого. И опять это канал Лёша играет. Продолжаю разбираться с дополнением к пятой цивилизации. Короли и божества. В этот раз хочу поговорить о военных юнитах. Даже больше не о новых юнитах. Собственно я так вот уже подробно на них останавливаться не буду. А о концепции войны что ли. Вот о таких глобальных изменениях в воинстве пятой цивилизации. Ну уникальных юнитов мы разобрали еще в прошлый раз. А теперь займемся войском вообще. Как вы помните, как знаете вообще военные юниты подразделены на несколько типов. Вот как я их называю просто атакующие, защищающиеся, верховые юниты, юниты стреляющие, осадные юниты. Ну и далее там всякие морские, воздушные и так далее. Которые там тоже свои подразделения имеют. И вот эти линейки получили некоторое развитие. Ну вот например давайте начнем со стреляющих юнитов. Тем более что у нас ведь и на картинке изображен как раз стреляющий юнит. Раньше первым юнитом был арчер. Хотя нет, давайте вообще более глобальное я скажу. У всех, практически у всех военных юнитов увеличилась сила. Увеличилась сила нападения. Ну просто для примера, если раньше у дуболома, самого первого юнита, была сила 6, то сейчас она 8. И вот так постепенно, постепенно она увеличивается в процессе игры. Так вот например у Mechanized Infantry, у механизированной пехоты, без аддона сила была 50, а сейчас в Gods and Kings 90. То есть практически в 2 раза. И вот так по всем юнитам. Хотя интересно, что у осадных юнитов сила наоборот уменьшилась. То есть уточню, точнее уменьшилась их осадная сила. Вот тем, когда вы обстреливаете города или другие юниты, в рукопашную чуть-чуть увеличилась, чтобы их не так было легко убивать, но тоже не у всех юнитов. Вот смотрите, например, у Катапульта осадная была 11, стало 8 в аддоне. У Требюшета была 16, стало 14. У пушки была 26, стало 20. У артиллерии была 32, стало 28. То есть видите, в аддоне чуть-чуть сместили акцент на полевые юниты. Хотя силу осадных орудий не до конца, конечно, сильно убрали, но обстреливать ими юниты уже, видимо, будет не так выгодно, как без аддона это было. Тем более, что сила юнитов постепенно по игре будет намного больше увеличиваться, чем осадная сила осадных орудий. Так, вернусь вот к нашим стрелкам. Если вы помните, раньше у стрелков, собственно, вот мы строили стрелка, воевали им, он у нас прокачивался по своему особенному древу умений. Потом мы могли его апгрейдить до кроусбоумена, и всё. После этого дозволялся апгрейд, по-моему, райфлмена, да? И таким образом мы теряли все свои продвижения этого юнита. То есть, если мы его там как-то хорошо прокачали, то мы получали в итоге чистого райфлмена без всяких преимуществ. И, видимо, создателям цивилизации надоело, что их по этому поводу постоянно гнобят. И они сделали ветку продвижения для стрелков свою отдельную. То есть, теперь стрелок... Во-первых, появился новый юнит композит боумен, стрелок из композитного лука между стрелком и кроусбоуменом. Дальше этот композитный... стрелок с композитным луком апгрейдится в кроусбоумена, и дальше вот начинается уже интересное. Кросбоумен апгрейдится в гатлинг ган. В пулемет гатлинга. И все... И имеет все те же самые... Все эти юниты могут стрелять издалека. То есть, они не теряют свои промоушены. Значит, автомат гатлинга можно апгрейдить в пулемет, и после этого уже в механайст инфантри. Но вот здесь интересно, потеряют ли они свои промоушены или нет, потому что механайст инфантри – это и последняя стадия апгрейда для атакующих юнитов. Но я думаю, что этого достаточно вполне для того, чтобы на начальной стадии игры можно было строить лучников. И тем более, что, по-моему, у Майя уникальный юнит, лучник первый, очень крутой. Так что, стратегия игры лучниками вырисовывается очень интересно, и ваша прокачанная армия не потеряет свои навыки, как в обычной цивилизации без аддона. Вы сможете апгрейдить довольно долго. Теперь вернемся к обычным атакующим юнитам. Ну, здесь ничего особо необычного не произошло. Наш воин постепенно апгрейдится все в того же мечника, потом с длинными мечами и так далее, и доходит до механизированной пехоты. Ну, кроме того, что я вот сказал, что у них увеличилась сила у всех. Единственное, что между Райфлменом и Инфантри появилась еще одна пехота, пехота Великой войны, или пехота Второй мировой войны. Вот Райфлмен, и он апгрейдится, вот новый юнит, Great War Infantry. Ну, довольно правильное решение, как мне видится. Тем более, что они там еще перетасованы немного по наукам. То есть, если раньше Great Infantry открывалась с Replaceable Parts, вот, Replaceable Parts, как наука, то теперь Infantry ушла в пластике. Все остальные вроде остались на своих местах по науке, но, тем не менее, небольшое дополнение, вот этого юнита чувствовалось не хватало, и он тут вполне в тему. Теперь посмотрим изменения в защитных юнитах. Там есть тоже свои особенности. Ну, обычно защитные называются это вот эти копейщики, начиная с копейщиков, то есть, мы строили копейщиков, потом апгрейдили их в пикименов, а вот дальше, без аддона, пикимены, пикинеры, лучше так правильно по-русски, они апгрейдились опять же в тех же Райфлменов. Здесь, в аддоне, это не так. Он апгрейдится в лансера. Извините, не знаю, как он называется по-русски. И это довольно логично, потому что что копейщики, что пикинеры, они строились для защиты от верховых юнитов, а лансер как раз всегда и без аддона имел бонус против верховых юнитов. Почему, собственно, и нет. Так, подождите, а здесь он есть, этот бонус? А, ну да, вот бонус против верховых юнитов. Всё верно. И на этом не заканчивается своя ветка апгрейдов у этой ветки, у этих защитных юнитов. Правда, дальше он идёт, опять же, по ветке лансера в игре без аддона. То есть, антитанк-ган, это как раз против танков, которые к этому моменту должны появиться. И после этого вертолёт. То есть, всё, опять же, вполне логично и всё унифицировано. То есть, сейчас более-менее стало понятно, не появляется лишних юнитов, которые устаревают и которые вы не можете никуда проапгрейдить или апгрейдить из потери их качеств. Замечательно поработали, мне кажется, в Фераксис. Правда, с другой стороны, это можно было выпускать не в аддоне. Ну, ладно, хоть так. Теперь давайте посмотрим на верховых юнитов. Ну, здесь немного изменений. Все те же конные лучники, либо конные лучники, либо всадники. Что откроете, которые после этого апгрейдятся в рыцарей. Помните нашу стратегию за рыцарей. Которые апгрейдятся в кавалерию потом. И вот тут появляется новый юнит. Называется лэндшип. Ну, как это лучше перевести на русский? Корабль земли. Ну, вы видите, такой очень-очень ретро-ретро танк. Один из первых танков. То есть, создатели игры ввели танк на более ранней стадии. Между прочим, то же самое они еще сделали и с самолетами. Где появились более ранние варианты самолетов. Но об этом чуть позже. Ну, вот здесь вот появляется танк, который... Лэндшип. Ретро-танк. Будем его назвать. Потом, который апгрейдится в танк. Ну, и так далее. Уже идет по обычному модерн армор. И в итоге гигантские ходячие роботы. Кстати, интересно, что гигантским ходячим роботам силы не добавили. У них как было 150, так и осталось. А модерн армор, наоборот, даже убавили. Потому что без аддона у модерн армор было... А, нет, вру добавили. Было 80, стало 100. Извините. Ну, здесь вот видите, только появился лэндшип. Очередной, вот как Great War Infantry здесь появляется лэндшип. То есть, небольшая вставочка там, где чувствовалась нехватка юнита. Ну, мне это нравится, например. Дальше у осадных юнитов никаких новых не появилось. Все то же самое. Только единственное, что вот я вам сказал, уменьшилась сила. И они апгрейдятся так же, как и раньше. Сначала появляется катапульта, апгрейдится в трибушет, апгрейдится в пушку. Далее артиллерия. А вот здесь, правда, небольшое замечание. Артиллерия апгрейдится в ракетную артиллерию, которая как раз имеет больше силы, чем было без аддона. Значит, в оригинальной игре была сила при осаде 46, а стала, как видите, 60. И в рукопашную было 23, стало 45. То есть, вот, апгрейдить с артиллерии в ракетную артиллерию будет очень круто. Правда, я очень редко доигрываю до такой стадии. Но для тех, кто до этой стадии доигрывает, уже имеет смысл идти к этой ракетной артиллерии. Это очень крутой военный бонус будет. Теперь обратим внимание на морские юниты. Я для себя их тоже всегда подразделял на две ветки. Как бы разведывательная ветвь и военная. Разведывательная быстрее имеет больше передвижения, а военная, соответственно, больше силы. Ну вот, разведывательная ветвь, естественно, с три ремы начиналась, которая раньше апгрейдилась во фрегат. А в аддоне, видите, сделали, что он апгрейдится в каравелл. Что по мне так более логично. Потому что это юниты одной деятельности, одной сферы. Ну, далее каравелла апгрейдится в Ironclad. Не знаю, как это, не помню, точнее, как это называется по-русски. И далее Destroyer. Ну, это всё, собственно, как и было раньше. Только, видите, ещё каравеллу сюда вставили. Но в этой ветке ещё появился новый юнит Privater. Который потом дальше апгрейдится в Ironclad и Destroyer. Нет, в Destroyer, который апгрейдится в Destroyer. Это новый юнит, который может при атаке набережных городов красить у них золото и ещё и захватывать чужие корабли. То есть, ну, такая пиратская версия. Наверное, в руках англичан вообще будет замечательная штука. Пока ничего не могу сказать, но это интересное дополнение, потому что открывает новую грань игры. То есть, люди с такими кораблями, тем более на каких-нибудь островных картах или архипелагах, будут властелинами морей, как мне кажется, в определённый момент. А в атакующей ветке водных юнитов появился новый юнит Голиас. Голиан, наверное, его можно обозвать. Вот он получается в этой ветке самым первым. То есть, он появляется, как видите, во Средневековье и имеет такую силу примерно, как раньше в оригинальной игре фрегат. Ну, и вот он дальше апгрейдится в тот же самый фрегат, который теперь стреляет почти в два раза сильнее. Напомню, в оригинальной игре было 15. Далее апгрейд идёт в баттлшип и там же ещё рядом карьер. Ну, собственно, всё, что и раньше было. Ну, карьер – это авианосец. Да, передвижение ракет и так далее. Так что вот в морских юнитах, видите, два новых юнита, довольно интересных и в тему. То есть, я вообще, как вы слышите, доволен военными юнитами в аддоне. То есть, они все сделаны не для того, чтобы было побольше, побольше, давайте навалим как можно больше юнитов, а добавлены точечно там, где надо. И это всё интересно. Это как бы добавляет глубины игре, а не изменяет её. Ну, и быстренько ещё взглянем на воздушные юниты. Там отличие только в том, что появилось два юнита более ранних. Они более раньше появляются, чем в оригинальной игре. Так, это триплан. Ну, видите по картинке, как он выглядит, такой ретро-самолётик, поэтому он и появляется раньше. Ну, и дальше он апгрейдится уже в понятный файтер и дальше джет-файтер. Это ветка истребителей. А в ветке бомбардировщиков сначала появляется Great War Bomber, ну, в то же время, когда и триплан, видимо, ну, и, соответственно, апгрейдится в бомбардировщика, а потом в стелс-бомбардировщика. Всё логично. В ветке субмарин ничего нового не появилось, там всё те же субмарина и атомная субмарина. Ну, и перевозчик ракет остался на месте. Единственное, что у него очень сильно увеличилась сила, эти 100 дальняя бомбардировка и 80 рукопашная, было 25-60. То есть, такой стал мощный. Видимо, в оригинальной игре слишком часто их топили, они с ракетами не успевали добраться, теперь сделали так, чтобы они уже точно довезли ракеты куда надо. Ну, вот, в общем-то, и всё про новые военные юниты. Как вы слышите и видите, я в восторге от этих новых введений. Очень интересно их будет применять в новой игре. Посмотрим, какие из этого стратегии могут появиться. Мне понравилось такое чёткое разделение на ветки каждого юнит, то есть, там отдельно нападающие, отдельно осадные. Вот, как аккуратненько всё обрамлено апгрейдами и способностями, всё замечательно. Ну, и, как всегда, если у вас есть дополнения, пишите их в комментариях. Вы слышали Лёшу Халецкого, канал Лёша играет, подписывайтесь. Ведь чем больше подписчиков, тем больше видео, потому что я вижу, что они вам нравятся. Ну, и удачи вам, играйте в цивилизацию.